Все равно скажу. Вы понимаете, товарищи, вся ситуация в стране складывается настолько парадоксально. Экономика развивается успешно, а коррупционеров успешно вычищают из рядов управленческого аппарата. Но на всех вот этих оппозиционных полях начинается почему-то горячка. Бегают, кричат, не забудем, не простим. Отомстим, мы не забудем. Ну, такая риторика идет конкретная. Что они, не могу понять. А все, наверное, просто. Чем лучше в стране обстановка, чем лучше мы живем, тем меньше вероятность того, что эти оппозиционеры придут к власти. Вот если вспомнить, опять-таки, будущего сидельца по Кировлесу Навального, ведь не все так просто в его жизни. Где убудет, там где-то прибудет. Вот в Кировлесе убыло на 40 миллионов рублей, а у Навального прибыло в Барселоне, появился замок. Выложили мы в интернете вот эту бумажечку из реестра недвижимости Испании. И ни один оппортунист этот, оппозиционер, троцкист, не стал с этим спорить. Наоборот, они выдвинули следующую версию. А что, он не имеет права купить себе замок? Где же ты взял деньги, чтобы купить замок? Ты же сначала заработай их. Но это же еще не все. Дальше начали разбираться, копать. Ну, еще пока не проверенные данные. В Португалии город Ивера. Ивера? Эгора. Эгора. А там у него, кажется, поля виноградные. Север Португалии. Виноделов у нас очень много. У нас типа нет виноградников. Он решил их в Португалии прикупить. Но ведь и это еще не все. Когда он был в Кирове со своим товарищем Белых, старым товарищем Белых, тоже еще тот оппозиционер. Они там последний ликероводочный завод Кировской области, который был государственный, прихватизировали. И стали через него этот портвейн, так сказать, двигать в массы. И опять-таки... Из Португалии. Из Португалии. В связи с тем, что не надо таможенные, пошлиные платить. Как-то же договорился. А когда его всего этого лишили, обиделся. И сказал, что это не та власть. Ему она не нравится. Ему больше нравилось, когда не было границ, когда не было порядка. Когда он мог безнаказанно, как он выражается, зарабатывать деньги на дисконте. Разница между тем, что нужно заплатить. И тем, что он платил. Так что, товарищи, я хочу сказать, вот такие вот новости с полей оппозиции. Очень удобно. Очень удобно. Наверное, давайте. Продолжение следует... Продолжение следует...